И таких внеплановых визитов ко многим одиноко проживающим пожилым брещанам в последнее время немало. К ним наведываются сотрудники МЧС, чтобы убедиться, что в жилищах пожилых горожан все в порядке с пожарной безопасностью. Напомнить главные правила, соблюдение которых позволит избежать огненной беды. Но не все готовы похвалиться порядком и безупречным соблюдением правил безопасности. Из-за таких людей, безответственно относящихся к выполнению правил пожарной безопасности, случаются пожары. Из-за таких вот, как вы, что нет средств тушения, что пренебрегают очень близко к тому, что может загореться. Происходит, что и дома сгорают, и деревни. Все, мальчики, не буду тушить. Так что следите за своими правилами. Не буду уже палить все. Не палила, а то, бачите, надо и вы нашли на то время. Это ж надо так. Хорошо, когда мы вовремя приходим, до того, как вы нас вызываете, что нужно тушить. Боже, я сейчас не права. Извините, больше не буду. Все, простите меня, горячую. Пожилые, одиноко проживающие граждане требуют к себе повышенного внимания и заботы. Это в первую очередь обязанность родных и близких людей. А вот в вопросах обеспечения безопасности им могут помочь сотрудники МЧС. Люди преклонного возраста наиболее беззащитны перед коварством огня. Статистика показывает, что большая часть пожаров происходит в тех домах, где живут престарелые люди. И причина тому не только нарушение правил, а еще и неосторожность, вызванная плохой памятью или зрением. Проводимые профилактические мероприятия в жилищном фонде обусловлены и зарегистрированы пожарами. Так, на прошедшей неделе зарегистрированы пожар, где проживала престарелая гражданка 85 лет совместно с торжеспособным сыном. Поэтому проводится данная профилактическая работа для того, чтобы не допустить такие пожары, провести разъяснительную работу с гражданами необходимости соблюдения мер безопасности в быту. В рамках проводимых профилактических мероприятий до граждан доводятся основные аспекты безопасности в жилищном фонде. Раздается наглядно изобразительная продукция. Рекомендуется установка автономных пожарных извещателей. В отношении одиноких пожилых граждан действует на сегодняшний день государственная программа, в рамках которых возможна установка автономных пожарных извещателей с поддержкой государства. Вопрос обеспечения пожарной безопасности в жилье, где проживают пенсионеры, по сей день остается актуальным. Ведь пенсионеры в силу возраста становятся рассеянными, забывчивыми и менее внимательными. Совершая обходы, инспектор провел с жильцами инструктаж на тему пожарной безопасности. проверил исправность печного оборудования, рассказал о мерах пожарной безопасности в быту. Возьмите, пожалуйста, буклетики, может быть, что-то для вас будет полезно, почитайте. Спасибо. Отдельно проживающие граждане – пенсионеры, люди, за которыми нужен глаз да глаз. А проверить сотрудникам МЧС необходимо не один десяток человек. Игнат Петрович пользуется печным отоплением, без малого 40 лет. Оно хоть и в хорошем состоянии, но все же небольшие нарушения есть, необходимо привести в порядок. При том, что лист я уже положил, и дымоход осталось поднять, и все. Возле пешки бить, под кентером должно быть горение, под кентером, ну и убедиться, когда уже она выгорит, тогда закрыть. Ну а золу выносить, золу, ну без угля. Главное правило, которое должен знать каждый, в пожарной безопасности мелочей не бывает. Любая халатность или неисправность могут в считанные минуты обернуться трагедией. Субтитры сделал DimaTorzok